На углу Мясницкой улицы и Боброво переулка красуется один из самых изящных памятников архитектуры эпохи зрелого классицизма – Дом Юшкова, работа знаменитого зодчего Василия Баженова. Когда вы ходите из метро «Чистые пруды» или просто поворачиваете с бульвара налево к Мясницкой, то сразу за зданием почтамта на противоположной стороне обязательно увидите прекрасное по красоте и архитектурному решению здание с ротондой. Но история его начинается гораздо раньше – в те времена, когда улица открывалась не этим домом, а была почти застроена. Это потом она изгибалась кривой линией вместе с домами, слушая грохот колес и звонки проходящих мимо трамваев. Потом не стало ни этих домов, ни стоящего рядом храма, ни трамвайных путей. Этот участок земли в самом центре Москвы в четвертом квартале церкви Флора и Лавра, что у ворот Белого города, в 1780-х годах приобрел генерал-поручик Иван Иванович Юшков. Рядом церковь святых великомучников Флора и Лавра, куда в день их поминовения со всей Москвы извозчики вели красиво наряженных лошадей, дабы окропить святой водой. Флор Лавер до рабочей лошади Добер. Существует предание о том, что сам Иван Грозный перенес в Мясники церковь в честь святых братьев от Спасских ворот Кремля, которые в то время назывались Фроловскими. Имя святого Флора обрело на Руси новое звучание – Фрол. В 1657 году храм обретает каменные формы по указу самого царя Алексея Михайловича Романова. Именно он повелел именовать ворота Кремля Спасскими, а Мясницкие ворота Белого города – Фроловскими. Впрочем, в народе как-то название не прижилось. Великолепный пятиглавый храм со стройной шатровой колокольней, прекрасный обращик московского зодчества того времени продолжал именоваться – Флора и Лавра у Мясницких ворот. Считалось, что святые, помогшие при жизни пастуху найти свой табун, непременно будут покровительствовать освященным животным. В 1900 году архитектор Быковский руководил реставрационными работами в несколько обветшавшем храме. Но уже четверть века спустя, в 1925 году, было решено отреставрированную церковь снести. Сегодня на ее месте расположен сквер у театра Эт-Сатара. Генерал Иван Иванович Юшков был представителем древнего знатного рода. Среди его предков был князь, покинувший Золотую Орду для службы самому Дмитрию Донскому. Потомок же этого князя, Иван Иванович, хоть и был генералом, в битвах не участвовал. Свои чины он заслужил на государевой службе, поднявшись до главного судьи судного приказа. Это что-то вроде председателя Верховного Суда. Впоследствии став президентом камер коллегии, генерал-полицмейстером в Санкт-Петербурге и, наконец, московским губернатором. Тот участок московской земли на углу Мясницкая и Боброва ранее принадлежал бригадному генералу Федору Ивановичу Дмитриеву Мамонову, участнику Полтавской битвы, Персидского похода и других военных баталий. Что было на этом участке при его покупке Юшкова, доподлинно неизвестно, и это породило документально ничем не подтвержденную версию, что на участке уже был строящийся, а, о чем черт не шутит, возможно, уже построенный дом, который генерал Юшков впоследствии лишь переделал для себя. Так или иначе, но даты начала строительства дома, известного более двух веков как «дом Юшкова», в документах нет. Не сохранилось и имени Зодчего, по проекту которого построено здание. Однако тут, несмотря на отсутствие документальных доказательств, искусствоведы единодушны. Дом был построен либо перестроен по проекту выдающегося русского Зодчего Василия Ивановича Баженова. Сравнение стиля и архитектурных приемов дома Юшкова с другими домами или проектами, где авторство Баженова подтверждено документально, не оставляет никаких сомнений. Дом Юшкова – одно из немногих сохранившихся в Москве зданий памятников творчеству великого архитектора. Дополнительную интригу придает тот факт, что хозяин дома, Иван Иванович Юшков, слыл масоном, как и Баженов. Зодчий во времена строительства генеральского дома оказался в немилости у императрицы Екатерины II, прознавший, что Баженов неосторожно выступил посредником между цесаревичем Павлом Петровичем и кружком Николая Новикова, пророчившим наследника престола в верховные мастера своей ложи. Предполагая политические интриги, царица отстранила Баженова от государственной службы. По этой версии богатый генерал Юшков предложил строительство своего дворца именно прозябающему в насильственной отставке товарищу по ложе, дабы материально поддержать его. Во всяком случае, личные отношения этих двоих не вызывают сомнения. Современники подтверждают, что Баженов был частым гостем Юшкова, чей дом впоследствии славился великосветским салоном. Более того, были слухи, что наряду с блестящими приемами в гостеприимном доме Юшкова проводились тайные собрания масонской ложи, которые посещали тот самый книгоиздатель Николай Новиков, поэт Хирасков, писатель Карамзин и многие другие. Принято считать, что масонские организации пришли в Россию в середине 18 века. Поначалу это были купцы и иностранные офицеры на русской службе, а расцвет движения пришелся на 70-е годы 18 века. Официальный запрет масонской ложи последовал в 1825 году, после восстания декабристов. С тех пор на архитектурных сооружениях остались тайные знаки масонов, через которые архитектор мог передать сообщения другим масонам, или же хозяин дома обозначал свою принадлежность к ложе. Основы философии масонов или вольных каменщиков – нравственное совершенствование и просвещение. Прообразом масонства были строительные товарищества, поэтому оно всегда было тесно связано с архитектурой, а среди его главных символов числятся циркуль, мастерок и отвес. Позже они приобрели и философское значение, связанное с морально-нравственным строительством душ. Самым характерным символом масонского движения считается лучезарная дельта – треугольник с открытым глазом, обозначающим всевидящее око. Но кроме него существует и множество других знаков, которые не имеют общей интерпретации. Строительство особняка, продолжавшееся около 20 лет, было завершено в 1805 году, уже после смерти Ивана Ивановича Юшкова, при его сыне – Петре Ивановиче Юшкове. Сейчас архитекторы называют дом Юшкова одним из лучших архитектурных памятников эпохи зрелого классицизма. Он был построен на углу улицы и переулка в форме рога изобилия, что называют масонским символом. Главным украшением и, кстати, баженовским архитектурным ноу-хау стала преисполненная изящество угловая полуротонда, обращенная взору путника, едущего к центру. При этом мастер так спроектировал почти ротонду с ионической колоннадой, что она за счет крытого перехода плавно объединяет два угловых корпуса в единый архитектурный ансамбль. Впервые появившись на доме Юшкова, угловая полуротонда впоследствии многократно копировалась при строительстве угловых зданий в русских провинциальных, да и не только, городах. Отделка цоколя каменными плитами в сочетании с гладкими стенами верхних этажей один из излюбленных архитектурных приемов баженова. Во всяком случае, известно, что подобный вариант отделки он намеревался использовать в разработанном им проекте Большого Кремлевского дворца, который, правда, так и не был осуществлен. Угловой полуротонде фасада соответствуют круглые залы, верхний из которых – большой круглый зал, основная компонента интерьера. Двухсветный бальный зал по задумке автора накрыт специальным куполом, а уникальная конструкция окон создает вокруг неповторимую световую гамму. Не менее интересны в огромном усадебном доме и другие внутренние помещения. Сложное сочетание разнообразных по форме овальных, полуовальных, круглых комнат создает поразительный пространственный эффект. В классическом стиле выполнены торжественные марши лестниц, стройные колоннады, причудливо декорированные коридоры и гостевые залы. Парадный вестибюль с лестницей имеет эллиптическую форму. Большой круглый зал с куполом внутри ротонды, по мнению исследователей, мог быть специально отведенным местом для масонских ритуалов. Масонский храм всегда округлый и близок к любимому символу братства – улью с пчелами. В доме Юшкова, по мнению некоторых исследователей, происходил обряд инициации в братство. Профана, а именно так называли человека, который несведущий был в масонской идеологии, встречал брат-масон, завязывал ему глаза и отвозил на карете в этот особняк. Профана спрашивали, пришел ли он с чистыми намерениями или для личной выгоды, и предлагали сделать глоток воды. Бретом предупреждали, если все сказанное правда, то он просто утолит жажду, а если слукавит, вода обернется ядом. Петр Иванович Юшков унаследовал от отца не только все состояние вместе с домом, но и, по слухам, членство в той самой масонской ложе. Но он при этом не только продолжил великосветский стиль жизни, но, похоже, решил превзойти стиль своего отца. В дом Юшкова по-прежнему приезжала на грандиозные и пышные баллы вся московская знать. Слава масона, хлебосола, ценителя высокого искусства и, как бы сейчас сказали, светского персонажа, Юшкова-младшего, гремела по всей стране. Балы, которые он заказывал, поражали воображение современников. Он в 1811 году давал у себя на даче в течение трех недель сряду 18 баллов с фейерверками, музыкой в саду. Так что окрестные фабрики перестали работать, ибо фабричные все ночи проводили около его дома и в саду. Удивительно, но при таком хозяине дом каким-то чудом пережил два грандиозных московских пожара. В 1812 году служители расположенного рядом почтамта просто напоили и связали факельщиков, которые поджигали дома по приказу отступавшего Наполеона. В 1816 году при пожаре сгорела практически вся Мясницкая улица, но опять же огонь не тронул творение обожанного. После всего этого в народе за домом окончательно укрепилась слава масонского гнезда, а впоследствии, когда мистическое обаяние масонов несколько спало, неожиданно выяснилось, что в доме завелись страшные привидения. Но времена уже изменились. Привычка жить на широкую ногу в сочетании с неумением зарабатывать привела Юшкова-младшего к закономерному итогу – разорению. И тут уж ни членство в масонской ложе, ни дом с привидениями, ни знакомство с сильными мира сего – ничто уже не могло помочь. Так что он стал сдавать в наем помещение своего роскошного творца. Был тут магазин купца Андрея Кригера, где продавалось всякого сорта французские новопривезенные вина – бочками, ведрами, ящиками, бутылками. Была торговая контора по продаже новых английских пантентованных бумажных полотен. А в 1838 году начинается новый этап жизни дома, когда один из залов снимает для размещения рисовальных классов Московское художественное общество. В 1844 году художественное общество выкупило за 35 тысяч рублей серебром здание полностью. Почему Юшков продал дом не в частные руки, достоверно неизвестно. Есть, правда, сведения, что купцы предлагали ему больше, но чем-то понравилось разорившемуся сибориту художественное общество и их идея – создать там учебное заведение. Так, дом Юшкова стал домом для Московского училища живописи, ваяния и зодчества, впоследствии ставшего знаменитым на всю Москву благодаря своим выпускникам. А учились и преподавали там. Подчас даже на общественных началах люди просто легендарные. Шехтль, Шишкин, Серов, Коровин, Нестеров, Петров-Водкин. Лекции по истории искусств читал известный философ Рамазанов. Пейзажный класс Велиполенов и Воснецов. Еще одним преподавателем пейзажного класса 26 лет стал выпускник училища Алексей Саврасов. Будучи мастером своего дела, молодой преподаватель так строго спрашивал со студентов и, скажем так, не стеснялся в выражениях в адрес лентяев, что студенты его откровенно побаивались. Зато обожали ходить на лекции по истории знаменитого профессора Московского университета Василия Ключевского. Натурным классом в училище, руководили перов и принишников. Интересно, что принимали в училище, а в 1896 году оно уже получило статус высшего учебного заведения, учеников всяких сословий, исключительно за талант. Обучение талантливых студентов было бесплатно. А вот ежели талант не обнаруживался в первые два года учебы, студента безжалостно отчисляли. Правда, и самородкам из провинции было непросто. Надо же было где-то жить и на что-то питаться. Про одного такого бедного студента, которого звали Исаак Левитан, рассказывали, будто он прятался по ночам в одной из многочисленных пустых комнат «Дома Юшкова». С 1872 года в «Доме Юшкова» устраивались выставки и художников-передвижников, и на сопутствующих им заседаниях московской художественной общественности бывали Грановский, Мочалов, Островский, Сергей Соловьев, Павел Третьяков, Лев Толстой, Чехов, Щепкин. С осени 1894 года в первом этаже кирпичного надворного флигеля поселилась семья нового преподавателя фигурного класса Леонида Осиповича Пастернака. Его сын Боис позже вспоминал, «Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при Доме училища живописи, вояния и зодчества на Мясницкой против почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания». Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар 12-го года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайные убежища масонской ложи. Боковое закругление на углу Мясницкой и Южковой переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишую входила в стену и сообщалась с актовым залом училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль, к вокзалу. Тот флигель сломали в 1902 году, и Леониду Пастернаку дали квартиру на четвертом этаже здания, в которой его сын, будущий нобелевский лауреат, жил еще долго после эмиграции отца, и которого вспоминал в стихах о своем детстве. Много детских воспоминаний Пастернака были связаны с церковью Фролой Лавра, тогда еще стоявшей буквально через переулок от здания училища. Сейчас ее уже нет. Церковь снесли при строительстве первой ветки метро. О ярчайшем детским воспоминаниям Бориса Пастернака стало увиденное им 10 октября 1894 года с балкона ротонды училища перенесение праха императора Александра III. А два года спустя, за отдельными эпизодами коронационных торжеств, на российский престол восходил Николай II. Вот описание первой сцены, запись 1956 года, но увидено все это глазами четырехлетнего мальчика. Стояли учащиеся преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти, посыпанная песком, пустая улица замирала в ожидании. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия. Войскам, духовенство, лошади в черных попонах с султанами, немыслимая пышность и катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянуты целыми полосами, крепые и обитые черным, и потоплено висели траурные флаги. Дух помпы был неотделим от училища. Оно состояло в ведении Министерства Императорского двора. Великий князь Сергей Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Он был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицынах и Якунчиковых, где он присутствовал. Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев, возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков, насали и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель училища. В 1894 году в училище живописи вояне и изотчества побывал Лев Толстой. Леонид Пастернак делал иллюстрации к романам Толстого «Война и мир» и «Воскресенье». Опять из воспоминаний Бориса. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была тавачного дыма, чернел рояль. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Николай Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его, и что духом его проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич. Эта ночь межевой вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание. Отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого. Весной же в залах училища открывались выставки передвижников. Их привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линией тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие училища вскрывали ящики, отвенчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек, и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно следили за ними. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотны Репина, Месоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений. Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только в начале и ненадолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, Отец и другие составили более молодое объединение Союз Русских Художников. Конец цитаты. В 1911 году в училище был принят со второй попытки молодой Владимир Маяковский. В юности он брал уроки у художника Келлина. Позже тот вспоминал. Первый год он в студии рисовал гипсы и натурщиков, голову и до пояса. Рисовал сначала дилетантски. На второй год рисовал натурщика обнаженную фигуру и немного писал маслом. Я знал, что дома он пишет маслом, но эти работы он стеснялся мне показывать. Осенью 1911 года Маяковский второй раз пытался сдать экзамен в школу живописи. Первый раз он провалился в 1910 году. На экзаменах обычно рисовали обнаженную фигуру и гипсовую голову. Давали по 3 часа на каждую работу. Экзамены продолжались 6 дней. Я всегда в эти дни очень волновался за своих учеников. Не спал ночей. И вот приходит с экзамена Маяковский. Петр Иванович, ваша правда. Помните, как вы учили делать обнаженную натуру? Я начал от пальца ноги и весь силуэт фигуры очертил одной линией. Положил кое-кде тени. И вот в фигурном классе. Конец цитаты. О Московском училище живописи сам поэт оставил такие воспоминания. Поступил в училище живописи, вояния и зодчества. Единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо. После революции 1917 года Московское училище живописи, вояния и зодчества было преобразовано в государственные свободные художественные мастерские, которые формировались по всей стране с целью создания новой советской художественной культуры. В 1921 году на базе бывшего Строгановского училища, также преобразованного в государственные мастерские, и бывшего училища живописи, был создан в Хуте-Масс, а с 1927 года в Хуте-Ин высшие художественные технические мастерские с полиграфическим, текстильным, керамическим и другими производственными отделениями, а также курсами графиков, художников, театра и кино, мастеров фото, декораторов, дизайнеров. Студентам преподавали такие мастера, как братья Веснины, Левинский, Ладовский, Татлин, Родченко, а выпускниками стали прославленные впоследствии Дейнека, Чуйков, Кукрыниксы, Образцов и другие. Много, много написано в Хуте-Массе о его норовистом, замечательном студенчестве, о незабываемых годах становления нового искусства. Юрий Иванович Пименов рассказывал о той поре. Первые годы в Хуте-Массе. Первая встреча на первом курсе с Андреем Гончаровым, с которым мы сразу поругались, а потом всю жизнь дружили. Правда, всегда продолжая спорить. В эти молодые годы нам не давали авансов под живопись и вообще нам же за живопись не платили. Мы зарабатывали на нее и работали в газете, в журнале, и деланием вывесок, и исполнением декораций. Никогда не уйдут из памяти ночи, когда мы с Андреем Гончаровым работали в его большой квартире в старом доме на Мясницкой. В этой же комнате два его младших брата спали по своим кроватям, а мы за большим круглым столом делали в ночь по десятку иллюстраций. Все московские демонстрации и оформления комсомольских и антирелигиозных шествий украшались молодыми художниками в Хуте-Массе. Кумирами и вожаками в области искусства были левые художники, они же преподаватели в Хуте-Массе. Штернберг, Осьмёркин, Древин, Лентулов, Фальк, Машков, Истомин. В графике – Фаворский, в архитектуре – Жалповский и Братьевеснины, в скульптуре – Канёнков. Хуте-Массовцы своим идеалом и вожаком в искусстве считали Владимира Маяковского. За ним они шли и его любили. И он, в свою очередь, опирался на вхуте-массовцев на своих больших диспутах в большой аудитории Политехнического музея. В клубе вхуте-масса на втором этаже дома номер 21 на Мясницкой очень часто устраивали выставки картин преподавателей вхуте-масса и самих студентов. Конец цитаты. Зимой 1921 года студенческое общежитие посетил Владимир Ленин. В течение трех часов он говорил со студентами об учёбе, искусстве, литературе. В 1930 году вхутеин был закрыт, но наследие нового художественного вуза не пропало даром. Вместо него возникли Московский архитектурный институт и Московский художественный институт имени Сурикова. На базе же полиграфического факультета вхутеина был создан Московский полиграфический институт, занявший дом Юшкова. А в 1938 году директором, тогда институтами руководили директора, должность ректора появилась в СССР значительно позже. Так вот, директором полиграфического института был назначен инженер Алексей Никитович Дыгерн. 8 декабря 1942 года он стал первым руководителем Московского механического института боеприпасов, будущего МИФИ, Московского инженерно-физического института. А получилось так потому, что с началом Великой Отечественной войны полиграфический институт был эвакуирован в Курганскую область. Но большая часть оборудования, институтская библиотека, многие преподаватели и студенты остались в столице. Позже опасность взятия Москвы гитлеровцами миновала, и когда возникла необходимость создания института боеприпасов, его решили создать на существующей базе полиграфического института. Как оказалось, будущему МИФИ передали не только здания, библиотеку и лаборатории полиграфического института, многие его сотрудники стали сотрудниками Московского механического института боеприпасов. Московский механический институт с 1945 года уже без боеприпасов в названии стал хозяином доме номер 21 по улице Кирова, тогда Мясницкая, надолго. Три номерных факультета трубок и взрывателей, патронов и гильз, снарядов, мин и авиабом, сначала превратились в факультеты К. конструкторские, Т. точной механики и М. механико-технологичные потом Т превратился в Ф, став инженерно-физическим факультетом, и весь институт стал меняться под новую атомную науку. Это превращение в основном закончилось в 1957 году, когда в МИФИ были уже такие знакомые нам факультеты Ф физико-энергетической, Т экспериментальной и теоретической физики и факультет ЭВУСА электронных вычислительных устройств, впоследствии распавшиеся на К и А. Так началась история знаменитого ядерного вуза страны. А к плеяде замечательных художников, живших, работавших, учившихся в доме Юшкова, нельзя не добавить и нобелевских лауреатов из МИФИ. На старой территории МИФИ работали Семенов, Там, Черенков, Сахаров. Пятый лауреат премии Нобеля из МИФИ, Басов, учился на старой территории. А впоследствии пришел работать в МИФИ, который был уже на Каширском шоссе. Постепенно институт расширялся. И старого здания уже не хватало для работы. В 1962 году памятник архитектуры на улице Кирова неожиданно приглянулся Хрущеву, как место для свежесозданного Мосгорсовнархоза. И вместо планировавшегося постепенного переезда на новую территорию на окраине Москвы, куда и метро тогда еще не ходило, был издан приказ о немедленном переезде в еще не достроенные корпуса. По рассказам сторожилов, переезд был похож на эвакуацию во время войны. Всем приходилось участвовать, и сотрудникам, и студентам. Вот только МИОНная лаборатория кафедры экспериментальной ядерной физики ухитрилась не выполнить приказ. И осталось на старой территории почти на 26 лет, покинув дом Юшкова только 4 октября 1988 года. С тех пор, как МИОНная лаборатория покинул здание, после совнархоза там размещался всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по отраслевым автоматизированным системам управления. В 1986 году дом передали Институту живописи, скульптуры и художественной педагогики, который в 89-м стал Российской академией живописи вояне и зодчества, созданной и возглавляемой Ильей Глазуновым. Эта академия располагается в доме Юшкова и сейчас. Во второй половине 90-х в доме была проведена реставрация. Издание по-прежнему украшает Мяснецкую своей замечательной архитектурной изюминкой, прекрасной полукруглой ротондой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok